Девушки отдыхают Это? Нет, я просто переезжаю Что? Куда? Когда? Не об этом я хотела поговорить с тобой, или не только об этом, ну да ладно Я уезжаю, Геральт, на Восточный фронт, в Каидвен Всем привет, дорогие подписчики и гости канала, с вами снова Зарбаба И мы продолжаем проходить дополнение для Ведьмака 3, Каменные сердца Ты не говорила, что собираешься переезжать? До сегодняшнего утра я и не собиралась Ко мне пришли двое солдат, сказали, что я снова нужна Редании И ты не могла отказаться? Может и могла бы, но не захотела Моё призвание – лечить людей Моя работа нигде не нужна так, как на фронте Ты не могла бы остаться? Геральт, зачем? Тогда на свадьбе всё было очень мило, но у тебя своя жизнь, а у меня своя В дальнейшем это не имело бы смысла Ты понимаешь, это не хуже меня Ну, будь осторожна Ты тоже, Геральт Ты узнала что-нибудь о Больгерде? Книги мне мало что дали Я поняла, что если нужна правда о нём, нужно найти кого-то, кто её знает И ты нашла? Мне повезло Мой товарищ по учёбе, ассистент профессора Прометиция Шезлока, специалиста по чёрной магии, уверяет, что встречал у него Ольгерда фон Эверика Профессор так увлёкся исследованиями, которые Ольгерд у него заказал, что, похоже, немного тронулся умом Он не подпускает к своим записям никого, даже своего ассистента Где найти этого профессора? Здесь, в городе, он сидит под замком в своём доме за стенами университета Его стерегут охотники за колдуньями Он под домашним арестом? Я не знаю точно Часть коллег считает его предателем Говорят, что он продался охотникам за кругленькую сумму Но его ассистент клянётся, что профессор верит, будто охотники его от чего-то охраняют А ты как думаешь? Определённо он для них ценен Он настоящий кладезь знаний об оккультизме и чёрной магии Если он и правда спятил, то я бы не удивилась тому, что его используют Мне надо поговорить с этим профессором Я с тобой Университет охраняют риданские стражники, один ты не пройдёшь Стражники мне чаще всего не помеха Если ты их ранишь, то мне придётся их зашивать А если встретим кого-то знакомого, нас просто пропустят Хорошо, пошли Я не против компании Есть с кем поболтать А то платва неразговорчивая А как вообще сейчас работает университет? Ты имеешь в виду после того, как Радовит его закрыл? Я имею в виду, хорошо ли его охраняют Часть академиков бежала на Дальний Север Самые храбрые остались Притворяются сапожниками и прачками Зачем ты спрашиваешь? Просто мне интересно Я вижу, что академики ведут себя почти как чародеи Восточный фронт А что потом? Зависит от того, куда пошлют Где бы ты ни была, будь осторожна Я всегда осторожна, не волнуйся Стоять! По приказу короля Вход на территорию университета закрыт А для преподавателей? Без исключения Я вижу, ты стал очень принципиальным, Норберт Когда я тебя лечила, ты был со мной гораздо добрее Кстати, как твоя нога? В порядке Будто и не было никакой раны Я рада Ведь если б я тебя тогда не прооперировала Ты остался бы хромоножкой до конца жизни Хм, Бруно Ну? Может мы её всё-таки пустим? Она же своя, ничего не украдёт Хм, ну ладно Но пусть идёт одна Ведьмак слишком бросается в глаза А я не хочу из-за него неприятностей Сделаем так Я пойду туда одна И помогу тебе войти во двор Как? Не знаю Я найду способ Со стороны набережной всегда меньше стражников Идёт Ладно Пустите меня Так, ладно Войти на территорию университета Стоп, а как туда попасть? Угу Так, а спутиться никак нельзя Придётся оббегать всё Да Ой, утопец. Да ладно. Ну ладно. Так. Масло против трупоедов. 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 Мне уже не удастся. Ты уже очень помогла мне. Спасибо, Шаня. Не за что. На моем месте ты бы сделал то же самое. Если захочешь увидеться со мной еще раз до отъезда, я буду дома. Все-таки нужно время, чтобы все упаковать. Тогда до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. в какой от час ты меня вернешься слух а 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 закрыто на четыре засова надо найти другой путь может найдется открытое окно открытое окно я там только балкон вижу залезть а 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 это было мощно а 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 но не а а а а а Это демон тебя сюда прислал. Уж я-то знаю. Что за демон? Не притворяйся, что не знаешь. Гюнтер Одим. Воплощение зла. Он не посылал меня, но все же я здесь из-за него. Я ведьмак. Мутант? Хм. Да. Это... возможно. Почему перед вашим домом стражники? Вы узник? Они называют это опекой? Хороша опека, которая не позволяет человеку распоряжаться своей судьбой. Чего они от вас хотят? Не знаю, слышал ли ты, но я настоящий знаток оккультизма. Собственно, лучший из всех живущих. Моим учителем был сам профессор Лионель Ван. Вы сотрудничаете с охотниками за колдуньями? Выбора они мне не предлагали. Они прекрасно знают, что мне известно все о магии, ведьмах и чародейках. Они используют мои знания для своих целей. Но у меня нет выхода. Я пришел сюда, потому что мне нужны сведения, которыми вы обладаете. Если ты ведьмак, мне нечего опасаться. Я ведь не чудовище эпохи постконъюкции. Чего хотел от вас Ольгерд фон Эверик? Да будет проклят тот день, когда он ко мне пришел. Однажды он явился сюда и посулил мне мешок денег за то, чтобы я узнал, кто такой Гюнтер Одим и как от него избавиться. Я согласился. В конце концов, это моя специализация. Кроме того, мне нужны были деньги. Я изучил множество книг, исторических фактов, народных преданий. Я побывал даже в библиотеке Нильфгарда и, в конце концов, напал на след этой темной сущности. Она известна тысячу лет в разных культурах и под разными именами, но везде это синоним воплощенного зла. У нас его называют Гюнтер Одим, а иногда Господин Зеркало. Я карпел над книгами столько, что потерял зрение. Я узнал, что он любит играть с людьми, а больше всего любит заключать договоры. С виду это невинные сделки, но они доводят людей до безумия. Почему ты здесь сидишь? Что значит эти руны? Они меня охраняют. Здесь зло меня не достанет. Откуда ты знаешь? Он сам мне сказал. Однажды он пришел ко мне. Удивительной это была встреча. Я слеп, но его видел отчетливо. Он улыбался. Сказал, что такой интерес к его персоне честь для него, и что он решил выразить благодарность и проявить ответный интерес. Из чувства благодарности он и создал этот круг, сказав, что только здесь я буду в безопасности. А ты не пробовал выйти? Ты уже должен был понять, что он имел в виду и что меня ждет за пределами круга. Что еще ты знаешь об этом человеке? Гюнтер О'Дим не человек. Это зло. Зло в самых разных обличиях. Не расспрашивай о нем. А то погибнешь. Но ведь ты жив. Все еще жив. Но хотел бы навеки забыть о том, что узнал. Ольгерд подписал с ним договор. Ты угадал. Ты наверняка знаешь, что когда-то он был очень богатым и влиятельным человеком. Должен был быть, раз семья его невесты приняла его предложение. Но по воле злого случая он лишился богатства и стал изгоем. Семья Ирис этого не потерпела. Это состоятельный род. И отдавать дочь, за кого попало, они не хотели. Ольгерд хотел увезти ее как можно дальше. Но Ирис не захотела бросать семью. Патовая ситуация. К своему несчастью, от ведьмы-бродяги они узнали, что есть на свете некто, способный исполнить любые желания. Господин Зеркало. Ольгерд встретился с ним на перекрестке. Один сказал, что хочет вернуть свое богатство и влияние. И Одим предложил ему договор. Ольгерд должен был пожертвовать кем-то, кого любит. Одим знал, что Ольгерд любит только двух человек на всем свете. Ирис, невесту, и брата, Витальда. Ольгерд согласился. Вскоре после этого вернул себе состояние и женился на Ирис. Получается, Ольгерд убил родного брата. Ох, нет. Одим так не делает. Достаточно было того, что Ольгерд подписал договор собственной кровью. А день спустя, Витальд был убит. Ольгерд рассказал тебе все это. Ему пришлось. Иначе как бы я мог заняться его случаем? Ты говоришь так, будто он был болен. Хуже. Болезни можно вылечить. А вот если ты играешь со злом, найти лекарство будет куда сложнее. Так почему Ольгерд решил избавиться от Одима? Он получил, что хотел. Он заметил, что стал меняться. Его сердце стало холодным, как лед. Он отвернулся от своей жены, ради которой пожертвовал братом. Так он потерял все, что любил. Потому что Гюнтер Одим дает не то, что ты хочешь, а то, что ты просишь. Вот что ждет людей, которые подписывают с ним договоры. Всех? Нет способа обыграть его. Убить его невозможно. Но я узнал о человеке, которому удалось расторгнуть контракт. Его можно победить его же собственным оружием. То есть? Нужно бросить ему вызов. Если его это заинтересует, то можно с ним сыграть. Но помни, что ставка может быть только одна. Ибо Одима интересуют только людские души. Одима оставил на моем лице знак. Как мне от него избавиться? Знак? Я думаю... Я думаю, он исчезнет, когда договор будет выполнен. Если бы я попробовал бросить ему вызов, сыграть с ним. Не могу сказать, у того, кто его обыграл, никаких знаков не было. Спасибо вам, вы мне очень помогли. Я рад. Приятно узнать, что после стольких лет, проведенных в заперти и в страхе, ты можешь еще на что-то сгодиться. Офигеть. Вышел из круга и сразу умер. Так, где тут выход-то? Да ладно, мне еще надо наверх. А, нет, вот, ключик есть. Отлично. Так, надо почитать книжку. Нам. Офигеть. ПЛОДОЧИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА Так, ну что ж, возвращаемся. Только как мне отсюда выйти? Наверное, здесь, да? Ну что, прыгаем в воду? Продолжение следует... Продолжение следует... Что, драться расхотелось? Ух ты, зараза! Да здравствуй, да здравствуй! Плевать! Так, перемещаемся по заданию. Ближайше это будет, наверное, деревня Тодерас. Тодерас. О, да ладно. Продолжение следует... Так... Так... Что натворит тут осталось, да, у нас бегать? Ну-ка иди сюда! Зараза... 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 Доброго machine! Где моя лошадь? Ага, здесь как раз не сын надо, да? Ну да Так, ну пойдем уже в эту пещеру в следующей серии На сегодня это все Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии Вступайте в группу ВКонтакте, все ссылки под видео С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр И увидимся в следующих прохождениях Всем пока!